Вернувшись к тому графику, где вы показываете зависимость индекса выживаемости от клеточных плотностей Вот как-то получается, что выживаемость штамма при плотности, ну скажем, где-нибудь 6 на 10, 6, если... Ну, довольно высокая, правильно? Да, примерно 100% А вот чуть-чуть понижение всего лишь где-нибудь до 5, ну, практически того же порядка величина И вдруг у вас такое... Вот как это все-таки объяснить? То есть в три раза у нас падает... Ну, в принципе, ну да, вот почему вот такой вот резкий скачок в эффективности выживания Ну, для каких-то, допустим, избранных точек при таком небольшом изменении клеточной плотности Это, в принципе, 5,5,6,0, надеюсь, что это практически одно и то, что порядок И такой резкий скачок По-видимому, если тут смотреть, что тут, если обратить внимание вот на эти цифры Это концентрация соли То есть мы видим, что низкое у нас число клеток именно в насыщенных растворах Где 300 грамм на литр у нас калорида-натрия То есть это больший эффект все-таки соли Это практически полностью насыщенный раствор И поэтому штаммы уже не выдерживают эксплуатационные растворы А как блокнотной механизм? Вы не рассматривали вот регуляции? Нет, это будем рассматривать В область, если тут смотреть по раствору Мы видим, что это, видите, практически жидкий раствор Если это насыщенный раствор То есть в дальнейших экспериментах желательно, конечно, поставить больше точек И исследовать рост после воздействия нуля Минус 10 градусов, чтобы мы смогли сравнивать не только с полностью замороженным раствором И с частично замороженным, но и с жидким раствором То есть это уже следующий эксперимент У меня вот какой вопрос, может быть он А вместо того, чтобы искать жизнь на Марсе, может быть его засеять? Будут эти самые выдерживать штаммы марсианскую? Ну вот по некоторым параметрам нет Потому что им нужно много углерода То есть вот если здесь смотреть У нас использовалось 6 грамм на литр углерода в растворе В то время как в соленых озерах порядка 100 миллиграмм на литр Это очень много На Марсе существенно меньше углерода Ну, по крайней мере под поверхностью, где нет воздействия электрофиолета и космических лучей Культура, мне кажется, по какой температуре правоскар? 37 градусов По какой температуре правоскар? Ну это тоже планируем уменьшить затем до 25 Но оптимум роста наблюдался при 37 градусах Да, то есть это, да, они, штаммы не растут при низких Ну то есть существенно медленнее растут при низких температурах При плюс 8 начинался рост после нескольких месяцев инкубирования А сколько было вообще циклов заморозки? 1 и 2 Больше не выдерживают? Почему? Выдерживают больше, но просто не проводились эксперименты В отдельных экспериментах, проведенных в Австрии Там до 20 циклов заморозки выдерживают Причем коэффициент выживания, то есть после последующего заморозки Он не изменялся То есть нужно, может быть, миллион циклов, чтобы штаммы привыкли к заморозке И у нас вырос коэффициент выживания То есть, по-видимому, постепенно идет деградация Да, я думала, мы и так задержали участник тоже Раз уж мы задержались, пожалуйста Да, вот вы знаете, вот я еще только почитал То, что вы написали, вы выделили несколько штаммов Которые, ну, отнесли к галактике А все ли они одинаково бы реагировали на понижение концентрации соли? Или кто-то хуже, кто-то лучше? Вот не проводили ли вы такого? Это в предыдущих экспериментах было показано Что бактерии растут в широком концентрации соли Это все лимонады, да? То есть выдерживают? От 50 фактически до 300 грамм на литр Это растут А выдержат ли они разбавление, ну, уже выросшие? Вы так не ставили? Нет Это очень интересная идея Вот это озера Кулундийской, ступитость Большое яровое, малое яровое, хорошее Продолжение следует...